Чтобы коммунальные проблемы не омрачали праздники, с 31 декабря по 8 января у ЖКХ города переходит на усиленный режим работы. Управляющие компании также выведут дежурные аварийные бригады и дворников. Взят будет на особый контроль и отработан механизм усиления работы по вывозу мусора в январские праздники. Дополнительно обращаюсь к жителям города с просьбой не блокировать подъезды к контейнерным площадкам, личным автотранспортом. Это ведет к срыву вывоза и переполнению мусорных контейнеров. Общественный транспорт в январские каникулы будет работать в режиме выходного дня. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут выходить на линию позже, а интервалы в движении увеличатся. А вот контролировать состояние дорог в праздники будут в прежнем формате. У нас еще есть участки, в том числе в центре города и в других районах, где остаются налить. Поэтому просьба, в связи с тем, что уже положительных температур не будет, только отрицательный на этой неделе, обрабатывать противоголюбным материалом тогда и убирать налить там, где есть такая возможность. Открытие ледового городка на площади революции перенесли на 28 декабря. Праздник начнется в 15.00. К новогодним праздникам готовы. Графики дежурства составлены. Сейчас в 11.30 будет расширено совещание с прокурорительными органами по безопасности на ледовых городках. Новогоднюю ночь. Для пожилых южноуральцев готовят к открытию Центр активного долголетия. Новое место притяжения в Ленинском районе пригласит первых гостей в марте следующего года.